Совместно с правительством Российской Федерации мы ведем работу над пакетом мер экономической поддержки тех видов бизнеса, которые очевидно пострадают от пандемии. Это губернатор говорит про общепиты, салоны красоты и те виды услуг, где люди контактируют друг с другом напрямую. Какие меры имеет в виду, пока не ясно. Под этим видео в инстаграме Виктора Томенко теперь много комментариев от бизнесменов. В первую очередь владельцев салонов красоты. Просьба одна – позволить работать. Очень тяжело будет оправиться от нанесенного удара. Закрыты не только салоны красоты. Алтайские предприниматели по всем возможным каналам просят у краевых властей позволить им работать. Вероятно, в связи с пандемией такого послабления мер не будет. А пока федеральное правительство и Центробанк уже начали разрабатывать меры поддержки. Многие предприниматели считают такие меры недостаточными. Ведь в европейских странах кредиты бизнесу обходятся в разы дешевле. Но мало того, на фоне коронавируса европейские правительства просто начали переводить деньги предпринимателям. Например, в Германии ряду бизнесменов выдали по несколько тысяч евро. В отсутствие подобной поддержки в России бизнес почувствовал себя оставленным. Об этом нам рассказал Дмитрий Соколов-Митрич, который пишет книги «История успеха компаний». Вынужденные каникулы он обсудил уже со многими предпринимателями. В таких критических условиях от государства ожидали некоторого большего участия. И психологически большего участия, и морально, но и, естественно, финансово. Потому что многими просто текущая ситуация воспринимается как некое такое предательство. Особенно пандемия ударила по бизнесу честных, которые платили белую зарплату и, соответственно, больше налогов. Еще тяжелее тем, кто создавал новые рабочие места и пускал все средства на развитие, а не откладывал в кубышку. Так или иначе, это все сводится к месседжу, что все-таки государство, давай вместе делить ответственность за твое собственное решение. И за все решения надо платить, за это в том числе. Либо, в любом случае, придется платить. Либо придется платить сейчас в виде денег, либо придется потом платить в виде огромнейших проблем социальных, когда безработица скакнет. До какого предела скакнет, никто не знает. Подсчет потерь еще впереди. Андрей Дриер, День с толком, из дома.